Ребят, всем привет! Сегодня уникальный контент. Мы сегодня у коллекционера, который собирает наши любимые Hot Wheels 10 лет. Давайте заценим, что он собрал за 10 лет у себя. Ребят, знакомьтесь, это Егор Дрейди. Я уже вижу здесь просто немеряно, посмотрите, вот сзади просто немеряно Hot Wheels. У тебя, наверное, еще что-то есть помимо Hot Wheels, да? Слушай, у меня Hot Wheels и Matchbox. Matchbox, причем я стал собирать только когда он появился в России относительно недавно. И я сейчас себя страшно корю за то, что мне в руки попадали какие-то редкие даже для России касты 80-х. Хотя Matchbox у нас в стране особенно старого в принципе на порядок больше, чем Hot Wheels. И я его слил, а потом огромными трудами выуживал себе его обратно. Даже с детства у меня какой-то Matchbox остался, мне вот сейчас 26 лет. Для школьников у меня есть новенькие премы. Ну как, относительно новенькие. Лично вот это в какой-то момент была моя любимая штука, пока не вышла Jetta MK3, потому что у меня у Смау была такая машина. Ну, насколько получилось расставить по полочкам, настолько расставил там драгстер к драгстерам, фигагстер к фигагстерам. Очень муторно было вешать вот эти самолеты, они мне 25 раз падали. Но это уже моя такая профдеформация, мне принципиально было это повесить. Вот здесь у нас тоже всякие генерики, причем многое из всяких интересных серий середины нулевых Acceleracers. Очень жалко, что эти колеса сейчас не применяются. Как мне кажется, у них очень интересный потенциал. Причем даже на точечках осей вот такая вот красочка намазана немножко. Мелочь к деталям, а приятно. Что по айдишкам скажешь? По айдишкам? Да ничего особого. Типа я, честно говоря, не понимаю, кто вообще гоняет их по треку, кто там играет в эти приложения. Для нашего рынка коллекционеров это не свойственно, как мне кажется. Их все собирают только за то, что они редкие и за то, что они покрашены в спектру или во что-нибудь там, спектрофрост. Так, смотри, я у тебя заметил интересную айдишку. И также я где-то на другом месте заметил такую же модель, но в другом блистере. Причем, походу, из журнала, да? Ну, журналки это дело такое. Кто-то говорит, что в них не кладут ничего интересного. В них кладут только нелицензионные модели. Потому что, видимо, у них это не оговорено. И я бы не стал говорить, что там в журналах только неинтересно. Раз на раз не приходится. Просто мне кажется, что вообще, да, типа, в них аля ничего путного никогда нельзя найти. Абсолютно не обязательно. Мне кажется, вот это как раз одна из тысячи, которая, типа, достаточно прикольная. Да я бы вообще не акцентировался на журналы. Типа, она была и не в журнале. То есть она отличается только вот этой эксклюзивной упаковкой, которую я, в принципе, нигде, кроме как в России, кстати, и не видел. То есть не узнавал этот вопрос, но вроде как такой блистер только у нас есть. Ребят, кто в курсе, пишите в комментариях по поводу этих блистеров. Вы же это наверняка знаете больше, чем мы. Наверняка, абсолютно точно, я бы даже сказал. А вот это вот что это? Я сейчас видел похожие. Слушай, у них достаточно прикольная фича, что они сцепляются. И оно вот таким же паровозом гоняет по треку. У меня к ним есть и треки, полный подвал. Когда-то я купил их просто за неприличную, недорогую сумму. И как бы душа потребовала. Не пробовал, потому что от этого обтираются колеса. Ну, я как бы их собрал не чтобы по треку гонять, а чтобы висели. Мне нравится. Сейчас выходят нынешние. Ты их не собираешь? Они точно такие же просто. Ну, по-моему, они, да, в другой окраске. Я даже не разбирался, честно говоря. Я уже как-то перегорел к этому. У меня самый такой вообще своеобразный интерес в коллекции. Это как раз генерики. Нелицензионные модели, которые делают дизайнеры. То есть мы можем понаблюдать, насколько они изгаляются, чтобы уложить это в сегмент долларовой игрушки. При этом, чтобы оно выглядело прикольно, оригинально. С таким интересным каким-то форм-фактором. То есть вот эти вот фичи в них, они просто бесконечные. Особенно, если мы возьмем что-нибудь из начала нулевых, когда бюджеты были немножко повыше. То есть вот здесь у нас детали получается раз, два, три. Ну, просто из скольки оно собрано. Вот, и вот эта вот штукенция, собственно, то есть там красный салон, который мы слегка видим через вот этот полупрозрачный пластик. Это бочка с водой, что ли? Ну, это типа сауна на колесах, да. Причем, ну, есть... Иванушки-дурачки. Да, есть и свежие вариации. Они удешевили, соответственно. То есть здесь пластиковый салон уже заменен на вставку из вот этой бочки. Что мне нравится, это вариации. То есть если они стараются не чисто удешевить и что-нибудь отрубить, а как-то немножко переосмыслить с минимальными потерями в качестве, потому что сейчас у них такой талон, что машинка должна состоять базовая из четырех деталей, ни больше, ни меньше. И из четырех колес. И они колеса и детали отрезают вообще всему, чему можно и всему, чему нельзя. Я смотрю, где тут прям культовые. Ну, да, ЭКТа всякие разные. Сейчас новый набор видел? Да, видел. Слушай, ну как мне? Лучшие дизайнерские умы трудятся над тем, чтобы мы не слим свои денежки. И у них это великолепно получается, как по мне. А как тебе новый кит? Я не совсем понимаю вот этой эстетики каких-то. Ну, очевидно, что вот тут все трансформации, это была хайповая тема, и это их национальная черта. Я лично это, честно скажу, не смотрел. Но машинка прикольная. Вообще... Смотри, он терял? Блин, я вообще почти ничего не смотрел и вообще почти ничего не знаю. Ну, мне 26, во-первых, да. Во-вторых, я в принципе такой человек, я типа могу часами YouTube смотреть, фильмы не смотрю вообще. И я знаю вот все вот эти фильмы, знаю всех этих там персонажей каких-то комиксов. Вот здесь у меня какие-то персонажи с комиксов есть. Да, я видел на верхних полках. Какие-то есть декали. И да, да это просто наклейки с фестивалей, с каких-то друзья дают, еще что-то такое. Сейчас покажу. Сейчас, где я тут видел, так что. Где они, в выставочке? Ну, давай еще. А, вот. 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 Ну, слушай, эту тему сейчас молодое поколение хавает вообще только так. Что у нас... Да, сейчас вышло все, что может только выйти. Вот эти Toyota, они в цене подскочили до абсолютно космических каких-то прайсов. Называется налог Takumi. Сейчас в новом кейсе, ну как, для нас новом, естественно. Типа кейс Е будет уже начать есть красная Ешка на золотых колясах. Да, да, да. Я ее уже нашел. Ну да, но у меня пока не в наличии. Пока не в наличии. Вот. Ты, по-моему, скоро компенсируешь, если у тебя Ешки есть? Да, конечно, вопрос времени. Вот. Здесь есть один старый каст. Из ориентировочно где-то 2013 года. И, опять же, кто-то скажет, что он весь такой неказистый, некрасивый. Но я скажу, что мне это всегда интересно в контексте того, что это именно Hot Wheels. Какой-то выше, да? Он, ну просто у него пропорции стрёмные, честно. А он станет похожий. Ну да, да, на Fox Body. Вот сейчас возьмем где-нибудь его с верхней полки. Он у меня где-то тут стоит. Ох, конфигатор. Да. Это ты никогда не увидишь. Вот, короче, да. Да, я бы тоже, честно говоря, сказал, что это промежуточное звено в эволюционной цепи. Ну да, конечно. В общем, забавно, согласен. Вот. И круто, что у них есть и такая, и такая. То есть, даже при том, что типа, что такое, Ко-Ко-Ко, это же одна машина, почему она разная. Мне это интересно как раз вот в контексте того, что это сделал один бренд просто в разные годы. Поэтому я часто придерживаюсь принципа, чем хуже, тем лучше. И с огромным удовольствием собираю всякие страшные крокозябры, которые делались непонятно в какие года. Ну вот эти, да? Не, это не страшные крокозябры, это ход в роты. Кстати, а где у тебя такая белая? Белая? Да, слушай, взял все, но типа просто не все стоит на пол. Как бы, честно говоря, иметь место вообще на все. Опять же, касательно вариаций и того, как они это интересно удешевляют. Вот здесь есть трехоконник, значит, наш любимый. И вот здесь у него подставочка под ногу, как у оригинального. А вот здесь ее запилили. Вот это середина нулевых. Вот это примерно 2012 может быть ориентировочный год. Вот. И оно вот отличается одной маленькой мелочью. А мне уже интереснее гораздо, что оно хоть чем-то, но отличается. Вот, блин, единственный момент, конечно, это иногда расставляешь их просто вот по миллиметру. Всегда вижу, когда кто-то что-то брал в 99% случаев. Потому что никогда не поставят точно так же, как было. Вот это кастом делал мой хороший друг. В принципе, все сходятся во мнении, что пластиковые колеса круче него в мире не точит никто. Потому что, как бы, ну, в нашей плебейской стране не развита пока еще вот эта печать, шмичать, все вот эти технологии. А он, так как у него очень хорошо сработан на токарном оборудовании, перетачивает пластиковые колеса обыкновенные. Вот в такие вот интересные штуки. Еще одна такая вещь. Вот, например, детроитская авторама 2002 года. Вот, то есть машинка с какой-то конвенцией, которая по факту ничего не стоит, но мне такое собирать, например, очень интересно. Вот, следующая вариация. То есть здесь вот движочек был еще неудешевленный, когда они позволяли себе отливать какие-то сложные формы. Сейчас они стремятся к тому, чтобы у них максимально ничего не выпирало на литье пластика, чтобы это было проще делать. И они перенесли выхлопные трубы и моторчик сделали поменьше. Причем вот эта же штука у меня есть траком. Вот, это великолепная отсылка. Великолепная отсылка к старой модели редлайновской, если не ошибаюсь. И вот он же у меня с конвенцией. Не знаю, не достаточно, не слишком ли здесь темно. Темновато, вот редлайн уже, конечно, почти не видно. Наверное, тут надо применять фонарь. Так, ребят, чуть-чуть вам... Да, тут, конечно, темновато, но, в общем-то, снимать это все не очень целесообразно. И вот такая декалька на... Они прям одинаковые. На конвенции. Ну, не, кстати, даже кузов, он переосмыслен. То есть монстр траки, они всегда перепилены в той или иной степени. Как минимум, колесные арки, как максимум, их делают уже, шире, еще как-то. Но они в конечном итоге всегда имеют немножко другую форму. Вот, следующая примечательная штука, это вот такой вот... Блин, честно говоря, я забыл, как это покрытие называется. Просто какое ощущение, что у нее двойная упаковка. Да, у нее кипер. Это карт-кипер называется. Слышал такую тему? Нет. Ну, типа, для того, чтобы не мялась карта. Ну, вообще, в линейке Hot Wheels это самое премиальное лаконекрасочное покрытие, какое есть. И, к сожалению, такие штуки у меня не в таком большом количестве, как хотелось бы. И, к сожалению, я их не достаю из коробочек. Настолько дорогие вещи. У нее там даже... Ну, блин. Скажите, большинство подписчиков. На самом деле, ничего круче нету, чем в руках ее покрутить. Но просто, типа, ты понимаешь, насколько ты сразу теряешь в деньгах от этого. Да и все-таки над блистером они здесь действительно постарались, во-первых. Во-вторых, там есть... Вот если здесь сбоку посмотреть, там есть обзорное окошечко. Есть сбоку обзорное окошечко, через которое мы можем позырить на нее. Это сделано на таких вот... А вот, видишь, да-да-да, пластмассовая. Вот это сделано на таких вот всяких дорогих штуках. И вот этой тоже. Да. Вот это, например, Cool Classics серия. У них покрытие Spectra Frost, который имитирует морозец такой. И на них изначально применялись вот эти пластиковые колеса, которые сейчас пошли в Mainline. Они по цене изготовления ничем не отличались от обычных мэйновых. Но в итоге серия как-то не зашла, не пошла. И, слава богу, их сейчас в Mainline засунули. Их можно найти. Все три или только эти? Не, вот это просто Classics, а это Cool Classics. То есть именно специфика краски, которой они покрашены. Даже я не могу сказать, правильно ли это называть краски. Это покрытие, наверное. Вот так будет. Вот это мне расскажи, что это такое? Это, если я ничего не путаю... А, да, это 25 Anniversary. То есть ей 25 лет получается, когда была четверть века Hot Wheels. У меня еще одна есть Anniversary. Такая вот. То есть она полностью копирует. Кроме того, что колеса это Redline, но не тот оригинальный Redline, на котором не видно ось. На этом ось все-таки видно. И вот здесь значок 25 Anniversary. Причем, казалось бы, но такие штуки, они абсолютно недорогие. Конкретно эту я купил рублей за 400. Даже вот такой 100%. Это серия 100%. Ну, я его купил открытый. Вот. Это такая рендендоновая история из середины нулевых. Когда, ну, как калифорнийский кастом, что ли, это назовем. Когда вот такой своеобразный, скажем, был подход к таким вещам. И сейчас это дико непопулярный каст. И мне его тоже за 400 рублей продали, что интересно. Многие, кто вообще не собирает машинки, обращают внимание на это. Это рекламный автомобиль компании, которая делает сосиски, если я ничего не путаю. И у них еще есть такой же монстр трак. Есть вот такая штука, у которой отскакивает при аварии пружинка. Вот это вот, то есть это заряжается, конструкция. Она врезается в стену, там какой-то механизм защелкивается и ее подкидывает. Но, честно говоря, конкретно, ну, да, вот на Blackwall где-то середина 80-х, наверное. Но, честно говоря, ее надо долбануть так сильно, что она и без этой штуки подскочит. То есть, как бы, функционал немножко непонятен. А по пути, покажи нам сообщение. Была такая же серия, которая имитировала повреждения. То есть, у нее, например, перекидывалась морда на 180 градусов, проворачивалась. И там появлялась выштамповка разбитой мордой лица автомобильной. Или разбитый бок, или разбитый зад. И вот их очень тяжело купить в нормальном состоянии, потому что, понятное дело, ими все игрались, их все долбили. Ну, понятно, они уже не годы. Да, а вот такая, как бы, по большой удаче была найдена за очень недорого, скажем так. Ну, так, да, это просто ментовозы всех мастей. Причем, вот этот КАЗ недавно был с грузовиком. И, что круто, они его не удешевили. У него так и остались вот эти двери-крыло чайки, которые, как бы, вроде как и заменяют кузовные панели целиком. При том, что это, типа, как бы, рамный автомобиль, что-то такое. Или на трубчатом каркасе, скажем так. Вот так, показывай, рукой закрываешь. Прикольно. А что за машина? Ну, здесь какая-то отсылка, наверное, то ли к Блейду, то ли к чему-то такому. То есть, наверняка меня кто-то поправит. Как бы, мне это интересно в формате машинки, в первую очередь. Вот. Но, опять же, люди, которые шарят, они для себя в этом находят гораздо больше. Такой на кибертрек. Ну, да, 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 киберпук, то есть, вся эта предтеча, вся эта предтеча, она пошла оттуда. Про эти, да, особо ничего не добавить, коллектор эдишены всякие, редлайновые. Вот здесь есть вообще с Factory Sealed кейса, то есть, типа, ты покупаешь себе все машинки, которые вышли за год, за раз, одной коробкой. И многие просто раскидывают этот кейс и выходят... Она есть? Тут все загорелось. Не, вот такая наклеечка есть. То есть, она может быть на чем угодно. Даже, как бы, там, на мэне. Он может быть из Factory Sealed кейса. Да, они отличаются вот этой наклейкой. Вот. И многие их раскидывают и очень даже неплохо уходят. Но, опять же, это все в американском сегменте. Что мне еще у них нравится, то, как они обыгрывают различные странные всратые формы, это, насколько я помню, из 2004 года, когда они решили сделать 200 новых моделей за год. И они многое из того, что у них есть, просто то сплюснули, то растянули, то еще как-то вот так вот очень хаотично обыграли. Причем, это практически никому не зашло, потому что что-то там было ультраширокое на таких мега-широких колесах, валик. В итоге, это в массы не пошло, и большинство литеевых форм сейчас до сих пор лежит невостребованное. А мне, наоборот, кажется, что очень-очень круто и интересно, что такое вообще было. Вот. Здесь у нас разные Porsche, преимущественно до 90-го года. Вот я бы отметил конкретно вот этот... До 90-го года модели они сломают машинку. Да, конечно. Точнее, после. А, после. Да, говорился маленько. Вот. Я бы отметил вот этот. Это обычный Майнлайн, причем здесь интересно посмотреть, то что они раньше еще не умели работать с такими формами. Но он как бы сделан достаточно топорно. То есть, если маслкары они научились делать еще там в далекие-далекие, потому что это основная их ниша. И их делали все-таки американские дизайнеры. То европейский дизайн чутко захватывать и переносить в масштаб. Они научились только, я бы сказал, к середине нулевых. Вот. Зачастую. Не, есть удачные касты, но зачастую такое. Потому что, если просто сделать машинку меньше в 64 раза, получится полная фигня. Ее нужно именно переосмыслить. Они их делают немножко шире, немножко ниже. Расширяют колесные арки. Вот. То есть, хотя, например, даже американские машинки у них далеко не всегда получаются. Вот это Монте-Карло концепт. Не знаю. Как тебе сказать? Ну, примерно все. Да. Ну, просто формы. Формы стрёмные. Да и все. Вот. Но это не становится менее интересным от этого. То есть, особенно с учетом того, что раньше было много железа и мало формы. А сейчас много формы и мало железа. И то, на каком контрасте это сейчас играет друг с другом, просто великолепно. Или вот здесь отличный пример того, как делает Матчбокс и как делает Hot Wheels. То есть, у Матчбокса оно всегда такое, более моделькой. А у Hot Wheels оно всегда поагрессивнее. Матчбокс даже открывает? Ну, это серия Moving Parts. Как бы условный, не знаю, как это обозвать. Полу-премиум, наверное. Причем у Матчбокса нету своих премиальных колес. Матчбокс есть, но очень страшненькие, которые ни к чему практически не применимы. И в итоге некоторые модели холес, они просто позаимствовали у Hot Wheels, так скажем. И они их используют и в ХВ, и в матчах. А некоторые, особо провалившиеся Hot Wheels, Матчбокс просто забрал себе на постоянку. И последние годы шлепает их только на Матчбокс. В общем... Отжал, короче. Ну да, история достаточно странная. Ну как отжал, типа, это Hot Wheels отжал Матчбокс. Они же их выкупили, это теперь их дочерний бренд. Да, вот здесь Бэтмобили всех мастей, да. Причем вот про этот халовский броневик я говорил, что один раз я его просто чисто случайно нашел в магазине Город Игрушек. Эту серию ни до, ни после этого я больше нигде никогда не встретил. Ну и... Кого есть такой? Пользуюсь случаем приобрел. Да не, это достаточно непопулярная вещь. Поначалу мне не нравились вот эти вот космолеты их. Но сейчас я вообще в них абсолютно влюбился. То есть то, с каким характером это сделано, что это вот такая вот железяка, блин, огромная, которую зашибить можно на небольшой подставочке, чтобы оно как бы летало с вращающимися вот этими крыльями немножко. Очень такая с характером вещь, своеобразная. Вот здесь разный старый премиум висит. К сожалению, доставать его долго и муторно, потому что оно вообще на ниточку подвязано, блин. Ну, конечно, на полках я страшно экономлю. Вот у этого дирижабля с обратной стороны есть экранчик, крутишь за хвост, экранчик прокручивается, меняется надпись. Да, да, вот у этого внизу. А, о, я туда даже... Да, вот еще очень интересный тип колес. Держа. Так, какой тип? Вот этот оранжевый, да. Ну, на фантазику. Ну, сейчас абсолютно не применяется, но мне, в принципе, импонируют очень трехспицевые диски. Я бы себе на машину тоже хотел, но, к сожалению, прям совсем не пойдут ни в какую. Я уже много моделей перебирал. В России тяжело это искать, хоть и стоит недорого, потому что никто не любит трехспицевые колеса. А вот здесь еще один Acceleracer. Что у него интересно? У него пластик, из которого сделана упаковка с вкраплением блесток. Я не уверен, что это видно, но ни до, ни после я такого не встречал. Ну, какая-то карточка игровая. В общем, это вселенная из нулевых, про которую мы ничего не знаем. Ну, вот эти все видели, их вообще бесплатно раздавали. Просто на Красной площади, заходите, кто хотите, раздавали бесплатно направо и налево. Суместно? Не, на Красной площади прям. Когда было 50 лет Hot Wheels, они как бы решили ударно взяться за российский рынок, закинули много премиума в журналы просто за бесценок. Там журнал с машинкой, с премиальной, стоил, ну, что-то 200 с чем-то, что ли, рублей. Вот, и там эти журналы все скупали, забирали машинки, дермалили их на колеса, вообще на все подряд. То есть, даже колеса за эту цену. Ну, как бы, это макулатура, понятно, журнал для детей. Вот, даже так было выгодно. А вот это вообще непонятно что, непонятно для чего. Я гуглил, что это за Джейси Витней. Пойдем, наверное, на свет немножко. Это какая-то вообще локальная мастерская, которая сделала свои машинки Hot Wheels дико-дико лимитированным рожом. То есть, по сути, это вообще джанк-ярд, ну, свалка, короче, на которой запчасти продаются. И, как бы, они там всякие работы предоставляют. Опять же, ну да, я ее заклеил просто. Ну, я открыл, мне интересно было. Каст прикольный, шубокс. Опять же, насколько отвратительно сделана упаковка. Насколько как-то вот special edition, какие-то абсолютно нелепые значки. Сейчас мы ее немножко достанем. Но, по-моему, дальше вот этой упаковки я не открывал. Зачем-то они ее... Зачем-то они ее закинули в еще одну. О, это вот здесь вот у них их сайт на заднем стекле. Вот такой вот. Ну, на чем-на чем? Вот на самой машинке... На самой машинке прям вообще не сэкономили. Сделана она невероятно добротно. Прямо все по канонам. И при всем при этом вот такая вот абсолютно дурацкая, вырвиглазная и неуместная графика. По-моему, вкупе это дает великолепный эффект. А это обычная или бы СТХ-шка? Это СТХ-шка. Первая, которую я нашел. Всего я их нашел в жизни... Ну, вот я собираю 10 лет. Можете поставить на паузу, предположить в комментариях, сколько я их за 10 лет нашел. При том, что я активно хожу по магазинам. Я думаю, что 10. Нашел я их две. Две? Две. Да ладно. Да, за все время. Я, значит, тебя отогнал, да? Да, то есть вот как-то так. Просто кому-то иногда не везет. Типа, я к этому отношусь философски. Все знают историю с тем, что у нас их выгребают, что у нас их там перепродают, еще что-то, еще что-то. Вот интересная штука. Это Макдаковский Hot Wheels. Макдаковский Hot Wheels 99-го года. Трехсоставная какая-то карказебра с несимметричными заклепками. Выглядит, как по мне, хоть и бюджетно, но она все-таки достаточно железная, целиком железная. И вот умеет сделать красиво из всего трех кусочков. У меня есть еще несколько таких Макдаков старых, мы до них тоже дойдем. Вот это, кстати, тоже Макдак. Но такая синяя вообще у многих есть, причем прям очень-очень у многих. Достался он мне с карткипером таким, и я его решил в нем оставить. Это типа не его упаковка, что ли? Это его упаковка внутри, а снаружи это карткипер. Удобная, прикольная штука, но тоже стоит своих денежек. Как и все. Защитная упаковка для упаковки? Как Экзибит говорил, мы придумали упаковку для твоей упаковки, чтобы ты мог хранить машинки, пока хранишь машинки. Потом вот еще интереснейшая штука из 90-х. Вот такой вот у очень странных пропорций Порш. Максимально игрушечный, с высокими свесами для того, чтобы проходить, очевидно, петли на треке, а может быть даже и нет. Может, они просто его такими сделали, потому что могут. Прикольно, что раньше было минимум графики. Они могли шлепнуть просто значок Hot Wheels и на этом, на этом, да, и так сойдет. Она пластмассовая, нет? Нет, она полностью железная. И это тоже по-своему прикольно. То есть вот здесь Watermark, короче, 1974 год. Да, да? Нет, это литьевая форма. А, я помню. Колеса, конечно, да. Колеса, это, ну, где-то начало 2000-х, конца 90-х модель колес. А, да, это форсажный. Причем, что интересно, у них мейнлайновый каст короче. Они его действительно зачем-то, неизвестно никому зачем, они его укоротили. Причем существенно. Ну, и в целом, как бы, по нему есть там свои нюансы, конечно. Ну, как это обычно случается с удешевленным кастом. Вот. Причем у меня есть такой же из... Тоже, опять же, насколько память не изменяет. А, вот 2002 год. Та же модель, но еще более переосмысленная. Вот. Для вот этого австралийского чемпионата по бурнаутам. То есть, срез автомобильной культуры, который они освещают, он действительно очень и очень большой. И это не может не радовать. Причем, насколько менялись тенденции, насколько менялась мода, там вот в середине нулевых рон-дон-дон, они печатают рон-дон-дон. Вообще все довольны. Вот. Сейчас же дельме, там школьники любят, они печатают дельме. Все довольны. Так что, очень чутко слушают аудиторию. Так, технические неполадки. Мы прерываемся на то, чтобы расставить, навести порядок. Так, я пытался взять до того, как у меня все упало, я пытался взять вот этого слепыша, который я делала кузовное ателье. И даже этот момент они получили на это лицензию и сделали, что просто великолепно. Даже не уверен, что это лицензионный, то есть, как бы, может быть, они просто, грубо говоря, повторили, но очень часто они такие вещи делают по лицензии. Вот такой вот Porsche с выкидными фарами, то есть, это декальки, это не стекляшки. Вот в оригинале они брали обычный 911, 903, 4 переделали вот таким образом. Это, здесь абсолютно ничего интересного не добавить, это как раз большинстве своем журналке. В журнале была вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. По-моему, что-то еще было. Вот эти уже надо было искать где-то. То есть, в журнале там было, по-моему, 5 штук. И, да, они отдавались за неслыханное, беспрецедентное 200 с чем-то рублей за журнал. Неслыханная щедрость. Можно повторить, пожалуйста, да. Вот. у матчбокса очень много, ну вот, как и в Хотвилсе, есть какие-то там Хотвилс Рейсинг Тим, у матчбокса есть такие вот их вселенные, в которых они делают покраску. Вот, например, национальные парки. Вот. И у них в этих цветах там достаточно много машинок. Или там какая-то строительная контора у них есть. Больше всего, наверное, у меня кастов вот этого мотоцикла питбайка. Там очень темно, да. Вот. Просто потому, что его постоянно штампуют и они еще... Он сейчас тоже черный вроде. Ну да, да, он есть практически всегда. И, кстати, у них была вот эта прикольная серия с мотоциклистами. Я считаю, что ее очень не хватает. Не понимаю, почему ее прикрыли. При том, что они их столько разных много напечатали и ее не видно было уже, наверное, лет, может быть, шесть. О, нифига, у тебя целая серия. Тут все есть? Кого? Гуль? Да не, Галф, ты что, это вообще в разные года выпущено. Просто Hot Wheels шлепает наклейку Галф и Мунайс вообще на все подряд, потому что у них есть на это лицензия и потому что это хорошо покупают. Иногда это приводит к каким-то очень курьезным моментам. Вот, как, Fiat 500. типа Галф это американская нефтяная вот, Галф это американская нефтяная компания, которая развалилась в прошлом веке. Типа, о чем речь? Как она могла это спонсировать? Но все равно круто. Вот это мой товарищ делал свои колесики. прикольно. Печатал. Даже не печатал, а заваливал их, по-моему, из какой-то то ли смолы, то ли из чего. А они типа единые, целиковые, да, или нет? Не, это каждая отдельная, просто надо на них насверлить подось, какую-нибудь штукенцию. Вот это, например, Montezuma, тоже не лицензионная модель, lowrider, середины нулевых. опять же, вот там, вот этот салон, какой-то плюшевый, чем-то обитый, вот такой вот стеганый. Очень-очень здорово. Я все говорил, что они умеют делать американские машины, но иногда попадаются очень забавные примеры. Просто из-за того, что в жизни эта колбаса огромнейшей длины, вот такой вот Cadillac, из-за этого он у них получился, ну, типа, нереально смешной, я бы сказал, наверное, задняя ось уже, для того, чтобы влезли вот эти вот декоративные накладки на крылья, да и, в принципе, заднее крыло очень низкое у него в оригинале. Короче, вещь забавнейшая. Вот это, они использовали лазерные декали поначалу, когда только это появлялось. И вот у них была такая серия по фастфуду, там типа с картошкой фри, еще с чем-то. Вот этот, они зачем-то решили, что это пицца, да, и они решили, они решили, что это будет востребовано кем-то. Вот, но, как бы им виднее, вот, не я у них начальник. Еще одна интересная штука из сугубо моего интереса, чикагское автошоу. Эта штучка стоит абсолютно какие-то копейки, причем их было даже несколько цветов, из этого года, конкретно с этой выставки. 2000 год. Еще старый логотип, великолепный каст самого корвета, Continental Cabriolet, то есть, вот есть не кабриолет, такой вот чпок, и вот, по сути, этот же каст. Вот, но, опять же, интересно посмотреть, как он чуть-чуть отличается здесь, чуть-чуть отличается там. Просто так забирать? Да, идеально, надо для стола брать, брать, ну да, вот, есть еще лоурайдерский каст такой, но, я бы не сказал, что здесь сильно такая удачная раскраска, они, на самом деле, могут гораздо круче. Что у них всегда получается ультимативно круто, так это огонечки рисовать. Вот, за флейму у них отвечает какой-то очень толковый человек, который не зря ест свой хлеб, но часто проскакивает просто откровенная халтура, особенно вот в каких-нибудь пятипаках, каких-нибудь экзотикс, где вот всякие ламборджини напиханы, где просто полоски на них делают, шлепают от балды, как будто это в пенте придумано было, то есть, ну, как бы школьник, грубо говоря, сможет так же сделать. Вот как раз эти фуркуры. Да, вот как раз до которой. Вот, каст постарее, каст поновее. Я поближе. Ну, да. Я вообще балдею, конечно, с них. Я уже говорил, металла, понятное дело, в них немного, но хотя бы много храмульки. Вот такой Макдаковский ковет, то есть, это тоже, как бы, более дешевая версия, чем базовые модельки, он глухой, салона в нем нету, у него немножко изменены пропорции, у него зачем-то с задней вставкой вот это вот, то есть, это не металл, но это покрашено. Зачем они это сделали, иногда абсолютно не поддается логике. Тоже HotViews, это тележка, которая шла к какому-то Наскаровскому сету, и мне она досталась, грубо говоря, вот так вот. То есть, это интересно тем, что оно такое вот странное, непонятное. Ну, вообще, если делать какую-нибудь диораму, будет прикольно. Ну, да, такая штучка. Сейчас мы сюда что-нибудь уместное поставим. АЕ- какой-нибудь? Ну, вот. Ну, вот, здесь вблизи есть цифр. Вот это, например, из американского чемпионата, где они катаются по кольцу, по-грязевому. вот такой вот неравномерный спойлер у него несимметричный, причем он еще снимается, то есть, ну, они на пачках обычно указывают, что типа чокинг-хазард, чтобы никто не подавился ими. И вот такие маленькие элементы раньше часто отстегивались, сейчас-то, к сожалению, встречается все реже. Вот, тоже полностью. Жигули такую сделали. Да, 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 да. Это из пака. Тоже у него асимметричный бампер, асимметричное крыло, довольно своеобразная развесовка, мотор и бак с одной стороны. Крыло, по-моему, тоже снимается у него. Снимается, говорю. Это ролл в корне, брат. Да. А вот это матчбокс, каких-то, наверное, ну, может быть, 90. Вот тоже, как по мне, очень крутой каст, один из лучших тех готов, вот этой вот эры, скажем так, заре автомобильного спорта. Сделан он, конечно, своеобразненько, но, как бы, мне нравится. который по солевым озерам? Не, не, как раз-таки, ну, по солевым озерам, это, ну, как там, на рекорды скорости, до них мы еще дойдем. Они будут позже, да, вот это Bugatti. Сейчас скажу, какого года, каст 80-го года, тоже очень страшненький, очень кривенький, и за счет этого такой прикольный, и вот к нему такая компания. Причем, по-моему, это Final Run, да, то есть, когда каст отправляется в утиль, когда литьевую форму утилизируют, они раньше делали такую классную серию Final Run. Поначалу это запускалось вообще с дикой помпой, там был огромнейший блистер с карт-кипером, с дополнительной защитой этого блистера, короче, 10 упаковок, там 10 одежек, но там был блистер в огромной коробке, в картонной еще вдобавок. Ну, до них сейчас дойдем, вот еще тоже один Макдак, например, то есть, это не лицензионная модель, вот это не лицензионная модель, но мы видим некое сходство с Диаблой, явно проглядывающиеся. Вот это Speed Machines серия, тоже достаточно дорогая в наше время, особенно с учетом того, что лицензию на Ferrari они потеряли, да, они потеряли лицензию на Ferrari, все Ferrari сразу почему-то подскочили в цене, особенно всякие там First Edition и прочее, прочее, так что не знаю, сколько сейчас такая стоит, судить об этом тяжело. Вот это Buick концепт Car, причем он вообще лежал с треком, то есть то, что лицензионный автомобиль Buick Wildcat положили в детский трек, это в принципе интересный феномен, еще на упаковке они его задом наперед поставили, потому что не разобрались, где у него зад, где вперед, вот это не пластмасска, это целиком металлический кузов, вот это пластмассовая вставка, а вот это просто декаль, которую они зачем-то напечатали там, ну, как бы не мне судить, вот такая открывашка феррариская прикольная, вот Турель известная, к сожалению, этот каст скорее всего вообще не появится больше, потому что шестиколесники в пластиковых сериях они не делают, а в премиум сериях нету таких маленьких колес на резине, что с ним будет неизвестно, главное, что у меня он есть, там хоть гарьяну все, но в любом случае очень-очень жаль, вот, то, как этот мерседес был обыгран в мейнлайне, ну, типа кровь из глаз, реально, абсолютно неуместная пластмассовая вставка под днищу, здесь вот пластик где сделали, где смогли сделали, где не смогли тоже сделали, выглядит как 50-ти рублевая китайская игрушка из ларька, насколько он хорош в премиуме, настолько же он плох в мейнлайне, матчбокса, как мне кажется, очень недооценена, серия мувин рикс, бывает, да, все, родители купили, а он курочит, блин, вот, харизмы в них, конечно, много, масштаба в них мало, есть такие люди, которые собирают строго в соответствии с линейкой, все меряют, и если оно оказывается не 64-го масштаба, они от этого спешно избавляются, но он очень условный, типа, бывают попадания, но чаще, ну, как бы, это хаотичная стрельба, вот, без прицеливания, прикольно, что у некоторых старых кастов, как вот этот, например, была унификация днища, то есть, если мы посмотрим, видим здесь другое, а если мы возьмем вот этот вэн, причем тоже очень неплохой, мы видим, что брюх-то от него, вот, потому что морда, как мы видим, одинаковая, этот вэн недавно был, да и вот этот трак тоже недавно был, слушай, да, с какой-то картой, вон он, вон он там, нет, не он, он там в глубине, в глубине он сидит, это ТХ? это, блин, я честно говоря, понятия не имею, у тебя не ТХ, короче, блистая, а ТХ, не блин, ну, я понятия не имею, потому что, как я еще раз повторяюсь, ТХ, это просто, типа, такая уловка для детей, что, мол, смотрите, якобы их реже, чтобы создавалась видимость того, что ты нашел что-то редкое, и еще смешнее наблюдать за тем, как некоторые люди на серьезных щах говорят, что, типа, да, я только вот ТХ хочу, там, типа, меняю на ТХ, на не ТХ не меняю, и еще круче, когда мамины коммерсанты покупают пачками эти ТХ-шки и пытаются их впарить на Авито, особенно, если это там какие-нибудь драконы фантазийные, которые у них потом годами дома лежат, нафиг никому не нужно, да, вот это, ТХ мне кажется, знаешь, как успокоение, ты ищешь ТХ, ну да, 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 и вообще весь этот хайп, ТХ, ТХ, типа, надо собирать, что нравится вообще, и не парить себе мозги и людям, вот это, ну, самая широкая модель у меня в коллекции, вот, что это, что, кого, ну, это плевалка, ну, это от кого она, это матчбокс тоже, причем, у них есть такая же поменькая, меньше, вот здесь, то есть, вот это, как бы, мувин рикс, а вот это, основная линейка, вот это, сынуля, короче, мой пиздюк, прикол, вот, причем, у этого это в пачку не влазило, и оно отдельными деталями было, этот можно даже сейчас найти, просто, как бы, ну, это никому не надо, и, как показала практика, это покупают преимущественно дети, вот это, абсолютно великолепный экскаватор, я с него просто невероятно, да, это нормально, да, я с него невероятно тащусь, количество подвижных частей, вообще, зашкаливает, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и гусеницы, функциональные гусеницы, полноценные, ну, так, как бы, резина, конечно, дубовая, вот, это тоже матчбокс, мувин партс, был один торговец в России, который пытался скупить все эти мерседесы, и вызвать искусственный дефицит, чтобы подороже их торговать, вот, нет, но меня эта история очень умилила, попытка была неплохая, по-моему, вообще, единственный опель у меня в коллекции, это концепт кар какой-то матчбоксовский, фрокстер, ни до, ни после я про такое не слышал, несколько опелей я, к своему великому сожалению, слил, еще когда я не собирал матчбокс, за что мне нет прощения, вот, это тоже матчбокс, восьмидесятых, тире девяностых годов, великолепный лицензионный каст, с лицензионной графикой, что интересно, то есть, басфорд, там, официальный спонсор какой-то, только кассеты они делают, ну, конечно, стараешься на полочках расставлять это как-то по категориям, но не всегда это получается, вот этот пин, ну, вот этих лоудейли пинов, мне, там, друзьяшки подогнали, собственно, из лоудейли, собственно, я тоже наменял их на машинке, вообще, очень многое меняется в жизни на машинке, машинки открывают любые двери, в этом мире, вот это, соответственно, мэдманга, вот такая вот, конечно, насколько можно было это перенести пином, ну, как бы, получилось, насколько вопрос уже второй, но все равно сам факт того, что у меня есть пин с хотвилсовской машинкой, еще и отечественного производства, а я вообще великий коллекционер пинов, знаете ли, помимо машинок, но это уже совсем другая история, вот это, тоже мэйновый мерседес, причем в нем феноменально мало металла, потому что они хотели показать такую всю его двухцветность, двухцветность, но почему-то даже рамку сверху не сделали, но вот это, да, чем-то похоже, но от этого оно и интересно, 89-й год, литьевой формы, ну да, ну да, потом, вот, например, тоже очень каноничный пример подхода к модельке, от, даже не возьмем не эту, а вот эту, чуть-чуть симпатичнее, от матчбокса и от хотвилса, практически всегда хотвилс делает чуть-чуть более заряженную, или не чуть-чуть, с какими-то сплитерами, фандерами, прочими накладочками, а у матчбокса это всегда вот такой леденец, вот, особенно, более дедовский вариант, ну, матчбокс, он в принципе, изначально делал ставку, да, то есть, если хотвилс, это такая игрушка крутая, типа, на мальчуганов, как бы, это они придумали, это революционную технологию, того, чтобы машинка каталась хорошо и быстро, вот это мне очень нравится формат, в который они решили вкатиться, я в сотый раз повторяю, не зря свой хлеб едят, сделать брелок, блин, и продать его под брендом хотвилс, хотя, ну, просто железка же здесь вообще почти ничего нету, круто, круто, это главное, по-хорошему можно из каждой машинки сделать брелок, ну, по-хорошему, но я видел таких людей, блин, я этого не понимаю, он в кармане обшарпается через неделю, вот это вообще не имеет отношения, но у меня у отца был транспортер второго поколения, в начале нулевых, и ему вместе с машиной, которую он купил, подарили вот эти вот две машинки, вот, такая вот милая история, ностальгическая и с детства, вот, вот тоже великолепный пример того, как подход выглядел раньше, как он стал выглядеть сейчас, ее не мог, и сейчас я принесу еще один, вот эта штучка, вот этот тент, он не симметричный по какой-то причине, то есть, что с той стороны, ну, я его снимать не буду, но по какой-то причине он не симметричный, почему, никто не знает, в общем-то, можно проследовать на полку для жидельме, на самом деле, большая часть коллекции вообще завернута, просто заворачиваю в салфетки, убираю в ящики, просто потому, что места подо все нету, а прикольное объективно, ну, не все, вот, такая вот датсун открывашка, с этими открывашками была интересная история, меня как-то тормозят копы, видимо, лицом не вышел, и начинают шмонать, ну, то ли подумали, что я там в закладке, то ли еще что-то, потому что я шел поздно вечером по такому своеобразному месту, и находят у меня полный рюкзак каких-то свертков, и я говорю, ну, типа, вы сейчас посмеетесь, я говорю, я коллекционер, я машинки собираю, они такие, напряглись сразу, а ну достань, а покажи, а разверни, а снизу достань, а вот эту, короче, подергали у них все дверки, капоты, все посмотрели, говорят, а что ты их с собой носишь? Я говорю, ну, я коллекционер, типа, не, это мы поняли, ну, в смысле, ты что их таскаешь, что они не дома у тебя? Я говорю, я их вот только несу домой, и они такие, ты что, ка** что ли от них? Я говорю, ну, блин, у меня их дома прям много тысяч, у меня вся комната в них, не, вот у нас был один чел, он оливки в кармане носил и ка** от этого, а, не, не, не в этом смысле, и короче, они поугарали, отпустили. Вот это 15-я Сильвия, по заявлениям, маленькая, не маленькая, но у нее очень своеобразная крыша, у нее своеобразная крыша рядом какую-нибудь, ну, давай вот цивик, вот, и была версия с чопнутой крышей, по-моему, D1 японской дрифт серии, и они ее почему-то переняли именно оттуда, они не сделали нормальную Сильвию, сейчас благо появилась нормальная, но, тем не менее, у нас даже имеется версия Сильвии с зачем-то подпиленной крышей, зачем это в принципе было делать, мне не совсем понятно, но, тем не менее, здорово, что они даже это по какой-то причине решили осветить. Часто модели попадают в производство вообще только потому, что у кого-то из тех, кто знает дизайнера Hot Wheels, была такая машина, особенно это актуально с какими-то иностранными моделями, которые попали в Америку, и там их сделали только потому, что... Жаль, что часто они отказываются от пластмассовых спойлеров, в угоду удешевлению производства, и делают огромную металлическую лавку, которую убить можно. Конвенционка с какой-то East Court Convention, как нам говорят. Вот здесь они рекламируют 2001 год. Да, 2001 год. Кардарт нас отсылает к сцене из фильма American Graffiti, который не имеет никакого отношения к граффити, но почему-то его так назвали, и который никакого отношения не имеет к этой конвенции, но почему-то этот арт здесь есть. В общем, кому интересно, поставьте на паузу и почитайте вот такой забытый кусочек истории. Вот это была вообще потрясная серия Designers Challenge называлась, когда они дизайнерам разных автомобильных брендов предлагали запилить машинку Hot Wheels. Вот так с этим справилась Honda, обыграв логотип Honda. А, не фига. Да, то есть это оригинал, по-моему, дизайнер-челлендж. А вот это уже моделька из Designers Challenge Mitsubishi, которая была в каком-то пятипаке. И вот так с этим справился. Ой, наверняка говорить не стану, но, в общем, называется это Chevroletor. Вот, по-моему, это победил кто-то, нарисовавший свой концепт и отправивший в Мотел. Вот здесь у меня есть PX Peak Toyota. Такома. Вот такая вот красота. То есть даже как бы по Hill Climb я стараюсь как-то немножко сортировать, хотя эта ниша в коллекции, в принципе, только-только зарождается. Вот здесь у нас даже прикольно, что имитирован тент. То есть вот такие вот немного стянутая материя. Как заметил Дима, вот это можно интерпретировать как кастом, но на самом деле, ну, как бы, блин, разрисовал. То есть я... Ну, да, да. Я как бы хороший графитчик и немножко хороший художник. Вот. А так как бы как кастомайзер, блин, я бы... Просто я вижу, что делают другие ребята, я бы не ставил себя в одну обойму с ними, честно говоря. Ну, дело практики, на самом деле. Ну, дело практики, на самом деле. Ну, типа я... Вот, в том-то и дело, что я особо цели не ставлю. Мне просто попросили разрисовать машинку, я ее отдал. Вот. Следующая ниша, которую практически никто не рассматривает и не освещает, это Monster Truck. То есть очень круто, как они вот даже Drag Bass переосмыслили. Они ему сделали пластиковый спойлер, они ему сделали другие пропорции. Вот это Daily Delivery. Да. То есть вот он есть в такой с шакалиной версии. Monster Delivery называется. Какой из них? А вон на заднем плане, видишь, с большими колесами? Джо? Три штучки. С оранжевым колесами? С большими колесами. А, с красными колесами. Да-да-да. Вот. Потом вот сам Daily Delivery. И... Тоже красный? Ну, такой темно-красненький, вишневый. Вот. На обычных колесах. И вот они из него сделали Monster Truck. Очень классно у них обыгрываются разные темы с декалями. Разные мини-серии с декалями. А вот эти вот сплющенные машинки, они шли в комплекте с траком. То есть это полноценная моделька, которая уже с завода вот такая вот раздавленная, сплюснутая. Вот. Нигде до этого я такого не видел, и я считаю, что это очень здорово. Почему они где-то нормально прокрашены, а где-то они просто однотонные? Ну... Согласен, но вообще у них в чемпионате валяются именно вот такие вот покрашенные в один цвет. То есть как бы они их сделали именно так, как они на стадионе лежат. Вот это Monster Jam, вот это Hot Wheels. Раньше у Hot Wheels была лицензия на Monster Jam, потом она закончилась, все пошли своим чередом, и сейчас они друг с другом дико бодаются за аудиторию, что приводит к интересным таким всяким порождением. Одни делают лицензионные траки, и какие-то генерики, другие делают только генерики, Hot Wheels-овские. Но при этом даже как бы лицензию запихивают. Вот, например, вот этот Dodge Charger. Вот это. Ну, какие-то, какие-то новенькие, какие-то не очень. Тут раз на раз не приходится. Вот. Здесь я как бы только тоу-траки поставил, эвакуаторы и прицеп, которые таскают что-то на себе. Вот. Ну, это уже чисто мой профинтерес, да. Тут как бы, если надолго на этом заостряться, то тоже можно уехать в дебри. Хотя вот это, например, Buick с откидным капотом, который был отдельным элементом. К сожалению, он мне уже достался без капота, это у них такая болезнь, что он вечно теряется у всех. Вот. Но у нового каста Buick капот запилен, а под капотом есть пластмассовый двигатель, который никто не увидит, пока не рассверлит его. И так, кстати, с многими моделями. Так, на вскидку, вот Dodge Charger у него та же история есть. Вот. Ну, вот это вообще одни генерики. Это чисто мой такой прикол, что оно играет всегда на фоне того, насколько их много. Когда оно играет вот так вот, то, что оно перетекает из одной стилистики в другую, это становится собирать гораздо интереснее. То есть они берут только количество. Вот здесь, например, именно вот такие, которые по этим солевым озерам у них катаются условно. Как бы inspired, интерпретации такие, скажем. Вот. И один, он не такой прикольный, как уже, когда их несколько. Вот. Можно еще много их там таких подоставать, но даже у них случаются зачастую какие-то очень своеобразные приколы. Например, вот в этом, без всякой на то нужды, зачем-то нашлепали лазерные декали по всему кузову. И это было в мейнлайне. Причем даже, ну, в те годы, когда у них лазер в мейнлайне уже точно не применялся. Году в 13-м. Я это нашел точно так же, как и все. Или это мультипак-эксклюзив. Ну, в общем, это бюджетный сегмент долларовой машинки. Ни до, ни после я такого не встречал. Наткнулся случайно. Понял только спустя несколько лет. Значит, опять же, к вопросу удешевления. То, насколько этот мини-купер был хорош раньше, пропорционально тому, насколько слабенький он у них стал сейчас. Вот он сейчас. Он не открывается от слова вообще. И вот промежуточное звено, когда он еще был открывашкой, но уже такой косой-кривой и без каркаса. Как бы, в принципе, просто какая-то тележка. Да и, ну, весь прикол открывашки уже, как по мне, немножко замылился. Еще у них был один кастинг этого мини-купера в серии колор-шифтеров. И там они его вообще просто вратительным сделали. В колор-шифтерах вообще какое-то безумие происходит. Они очень странно ритулят что-то, убирают стекла, там, какие-то элементы добавляют по неизвестной причине, прокрашивают их хаотично через сложные трафареты, которые можно было бы не использовать от слова вообще. то есть, ну, видимо, у них там даже телефонов друг друга нету, у людей из разных отделов, которые что-то планируют. Но, опять же, это нам и интересно. Ну, это, опять же, уже детская игрушка, но вот это, по сути, матчбокс, там даже на брюшке написано матчбокс. А, нет, здесь, да, вот матчбокс. И это в других странах продавалось под их брендом, а у нас это зачем-то запихали в упаковку Hot Wheels. Вот такой матчбокс, который продавался в упаковке Hot Wheels. Вот, всякие такие детские леталки. Они обильно висят в магазинах и до сих пор, но прикольные сразу разбирают, а неприкольные приобретают статус. Вот, мне нравится в западной терминологии есть такое пэгвормер, вещь, которая греет полку магазина. годами. Вот это абсолютно шикарный трак, как по мне. Первая их попытка заигрывания со стилистикой до которой и к нему шла такая вот баса звука симпатичная. О, это за наклад. Да, вот, потенциал у этой серии огромный, появляется она у нас редко и, к сожалению, появляется она у нас обычно в Ашанах, глобусах и еще в каких-то таких гипермаркетах, но не в детском гиде. Может быть, некоторые слышали про паленый китайский Тим Транспорт. Присылайте свои... Паленка? Да, да, присылайте свои комментарии по этому поводу, да, будет интересно послушать. Значит, здесь вместо MoMu было написано МЦМЦ, и были еще какие-то нелицензионные, насколько я помню, декали, то есть Hellu и Биллштайн они оставили, а какие-то они переначали. Причем у него прорисованного оптика, у него крутые резиновые колеса, которые здорово крутятся, настолько здорово, что мне пришлось их заблокировать, чтобы они друг в друга не врезались. и вот такой же адвановский который шел со скайлайном вот кстати сам skyline у него у него на боках была декаль даван на капоте они переделать забыли и оставили адван даваны я стер оставил адван и свапнул его на колеса от honda city turbo я турбофаны подобрал покрасил их перекрасил тыры-пыры наполировал его маленечко вот добавил ему заднюю оптику ну короче вот мне было интересно это как раз в контексте того что это китайская поделка причем они даже если присмотреться эта модель не становится уже то есть она делается по принципу вот такой вы штамповки то есть я не знаю как они там это плевают как бы всех этих технических нюансов но то насколько это бюджетная штука вот конечно поражает воображение в каких-то момент вот это не выглядело бы нормально даже с 3 метров редкий случай когда во первых декалей настолько много на майнлайне во вторых это было вдохновлено каким-то кастомом то есть чел сделал свои декальки и они говорят а давай мы по ним запилим машинку и это пришлось очень долго подмазывать и подкрашивать чтобы это приобрело божеский вид здесь не видно потому что подмазано ровно я ненавижу слова лайфхак его и хвост и в гриву эксплуатируют у меня вот много художественных маркиров и если у вас есть какой-то такой широкий выбор очень легко ими подмазывать сколы на металлике особенно на темном прямо подмазывается просто в идеал если вы грамотно подобрали цвет или не мешали его а так вообще по сути можно это делать и при помощи акриловой краски замешаны с чем-либо я немножко это обсудить насколько сейчас охотно люди скупают джедельме всех сортов и цветов как я уже говорил да действительно две основные категории это либо американцев собирают либо же дым и у нас стране сейчас популярно последнее но меня конечно радует как они сейчас взялись за паршей то есть преимущественно все парша которые мы сейчас видим на полках это все что-то новенькое вот можно светануть немножко сюда ну да 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 вот вот здесь есть мустанг пластаре с открывашкой и поновее соответственно без открывашки я не знаю откуда он я знаю только то что но не по-божески использовать турбофан и по которым прям видно что это турбофан и для имитации колпаков им уже писали все кому не лень народ требует народ бунтует и пока мы не возьмем виллы с факелами и не пойдем к ним в контору видимо они не перестанут эту практику применять вот у матчбокса есть замечательное колесо имитирующая ну хабкэп колпак автомобильный на конечно есть за ним далеко ходить не надо вот она то есть но будьте людьми поставьте его даже если вам так принципиально ну своруйте его у матчбокса и все нет вот это ну блин что-нибудь придумайте да это не такой вопрос пятиминутное дело вот это свап на колеса от мэйна он был задербанен в качестве донора одним товарищем но серия дико дико крутая да и в принципе моделька дико дико крутая причем что интересно у него салон одним элементом сидушки а приборная панель другим приборная панель это кусочек стекла но здесь он окрашен через трафарет то есть все-таки ввиду того что это супер ультра лакшери а вот если мы возьмем например чуть попроще мы увидим что нет мы не увидим мы поверим мне на слово что там полупрозрачная приборная панель потому что она сделана из кусочка стекла этого с одной стороны это как бы круто потому что получается руль не пенек полноценный такой рулечек хотя бы таблетка называемые но в любом случае как бы удешевление вот это ключик от такого же жука ну как бы да я слазил на сноса гаражей раньше активно и там много можно было найти всякого деталь я особенно там на всякие гажули и это потом всяким арестоводом продавалась очень хорошо до пяти пак с ferrari открывашкой это более редкая версия потом это ferrari в этом же паке закрылась было несколько прецедентов когда были ритулы прямо вот во время пока какого-то или прям не ну вот это ранее версия да где она еще открывалась причем она полностью металлическая и это единственная полностью металлическая машинка то есть все остальное но по качеству ну как современный мейн такой вот еще один замечательный пример милейшие открывашки это битл какой-то не амалагационный но это какая-то дикая лимитка фальсвагеновская то есть их там было сделано столько штук и я раньше думал что это ну просто ему бодики такой присобачили тюнинговый а это оказывается заводской вариант через какое-то время он был в паке причем я уже многократно замечал что в паках все-таки чуть чуть больше внимания к деталям чем в мэйне потому что в паке у него не отлетел каркас каркас остался это огромный плюсик хоть и момент мелочи приятно еще один отличный пример подхода к уход вилсов и у матчбокс то есть уход вилса реализован такой сдвоенный выхлоп открыто открыт моторный отсек и съемная крыша что очень прикольным я нахожу вот хочешь так хочешь сяк не не подойдет более ну вот эти катания из рук ну так с большой натяжкой короче с переделками с незначительными вот и обратно и защелкнуть это тоже искусство ну опять же это чисто мой интерес что вот например color shifter меняющий цвет от температуры у него только брюшка металлическая у них всегда так потому что но нельзя нанести этот color shifter видимо на металл и у него движок отдельным элементом выхлоп отдельным элементом одним кусочком вместе с днищем потом они сделали риту где уменьшили количество запчастей и двигатель и выхлоп стали одним металлическим элементом еще был вариант с пластиковой выхлопной трубой но с железным моторчиком здесь есть treasure hunt какого-то лохматого года середины нулевых можете поставить на паузу предположить в комментариях сколько такой стоил стоил такой 400 рублей почему то старые ханты очень дешевые водку коко они никому не нужны скажут олды не знаю почему но они действительно бюджетные даже при том что это лицензионная модель какой-то там понтяк концепт дельмы на вкус и цвет вот например старый каст мазды про который мало кто знает ныне неактуальные отправлены в утиль и новый причем здесь отдельным элементом вот эти вот туманочки идут что они может не радовать и это серия по всякой жратве американской короче уж очень они это любят у них огромное количество вот этих всяких и мам дэмсов и прочего прочего полностью железная бампер отдельным элементом тоже кусочком днище вот это аккура давненько не выходила насколько я помню опять же в сравнении с тем как она выглядит сейчас вот старый каст такуры и соответственно новый старый по-своему хорош но конечно же когда он выйдет следующий раз ему пришпандорит а ему уже пришпандорили железный спойлер ну ладно бывает и на том спасибо в любом случае его будут удешевлять я абсолютно уверен и почему его еще разок не выпустят при том что моделька такая хайповая многие не обращают внимание на матчбокс но блин матчбокс тоже крутой и у них тоже есть крутые колеса и они тоже умеют делать просто замечательнейшие штучки ужаснейшие сделано lamborghini очень топорная механизм открывания очень стрёмный вот там прямо через всю дверь если посветить можно посмотреть насколько странно он реализован в принципе как мне кажется вот эта вся история с гиперкарами у которых куча куча жабр плавников и прочих отростков она в таком маленьком масштабе и таком ценовом сегменте особенно с учетом того что эта игрушка должна проходить кучу краш тестов они же их там бьют ломают кидают швыряют и она всегда выглядит ну почти всегда выглядит плохо хотя вот например зонда сделано просто невероятно складно кто ее не видел еще недавно она была в магазинах как и lamborghini вот это там магнитики подложены для того чтобы она не закрывалась то есть вот здесь можно просмотреть что внимание к деталям такое в таком вроде небольшом ценовом сегменте что они на отдельной ножке окрасили вот эту крышку потом отломали ее с этой ножки вот там видно сломлено видно наверное да где где серый фрагмент и вот такие вот они молодцы нигде не осталось ни окрашенного кусочка вот здесь балдежнейшая серия по наскаровским ливреям они эти ливреи печатали вообще на все что можно и нельзя у них была серия американских чопперов с наскаровскими ливреями но опять же потому что у них там национально развлекала вот такое вот и именно шевелей у меня какое-то такое достаточно большое количество в разных интересных окрасках скопилось да и в принципе вот этим маслокара они всегда ну россыпи везде были и вот таких странных окрасов из нулевых у меня тут в принципе хватает какие-то такие трайблы немножко переходящие флеймы вот здесь прямо конкретно трайба такие вот что-то очень странное но очень своеобразное это то что мне пришлось выучить ну как выучить как бы у меня появилась моделька и неохотно ты узнаешь что в майнкрафте есть какой-то паук который что-то там делает но редчайший случай когда на машинке даже не с такого бюджетного уж прям сегмента типа 8 колес целых вот еще и вот так раскладывается ну не кайф кайф снизу у них пропечатано то что выпадает из этого персонажа в майнкрафте когда ты его убиваешь вот у всей этой серии до паутина ты шаришь да за манка я понял это серия по битлам такой симпатичный грузовичок у меня есть к нему ну какие-то еще варианты вот немного похожи по моему это не лицензионный еще мы можем понаблюдать очень каноничный пример хотвилсизации какого-то старого каста то есть вот так было и вот так стало они ему немножко чопнули кабину они ему вот в эти же отверстия для двигателя никак их не передела добавили суперчарджер добавили выхлопные трубы сделали в соображениях удешевления неподвижный ковш и ну конечно же металла по убавилась куда без этого но одинаково прикольным я нахожу это это в разрезе того насколько она одинаковая но разная forklift кучу подвижных штук до абсолютно него а вон и значок вот спереди blackwall и жирной резиной сзади five spoke причем ну-ка не наш старая это же mainline они все такие были они все были падлы дико тяжелые вот сейчас мы проверим просто через сколько его начнет коренить то есть насколько у него центр тяжести неплохо да не надо даже сразу чуть потяжелее кидать сюда вот старючий матчбокс кинем тяжеленный ладно он его не держит презентация да презентация провалилась вот такая бетономешалка мешает бетон по моему у меня больше никаких других нету есть одна матчбоксовская из серии moving parts но она отстойная или воркин рик как он там назывался уже не вспомню вот очень в духе своего времени это редкий случай когда я поставил на полку что-то другого бренда просто потому что ну ни у кого нету уравнятеля снега он есть у секу вот сделал очень детализованная и с их кропотливым подходом как обычно но ценовая политика секу как бы она вообще крайне странная и в целом я их никогда не собирал да и я особо не планирую только вот одна такая штука есть очень необычные штуки то есть понятно что они пытаются это как-то переосмыслить как бы это было машиной если бы это был тем персонажем я не знаю что это не знаю из какого-то мультика мне это нравится в контексте того что здесь есть полноценный фактор функциональный прицеп с колесиками который еще и болтается видели ли вы еще где-то такую модельку нет я тоже банан как ты говоришь это вполне себе существующая по моему версия чего-то что существует короче в реальной жизни от матчбокса но тут по колесам можно да это матчбокс я просто такую видел только в gta rp но не в gta 5 и в gta 5 rp я понял мудоделы короче ну это как из той сосиской типа просто отсылка к чему-то не не это это вот это сделали типа это реально существовало где-то вот опять же там слоненок дамба или как-то так это называлось то есть и классные пересечения там референсы с каким-то реальным автомобилем и вот такие вот милейшие закрывающиеся уши за которыми спрятана еще одна крутая лазерная декалька чем мне еще понравилось это пиноккио у которого капот выполняет роль носа и он у него как бы я сказал как бы как бы он не хочет врать да как бы растет и открывает нам вот такой небольшой движочек вот по angry birds уже сто лет видимо это не адекватно не актуально и поэтому они их уже очень очень давно не делали но штука такая прям своеобразная довольно да это короче не она кстати очень аккуратно и она никогда ничего не опрокидывает не лазит по этим полкам только когда они у меня стали на подоконнике когда я стоял когда я жил в другой комнате она могла залезть и всегда было интересно как она пытается между ними пройти и что-то цепляет и она все паровозом едет вот еще интересный случай когда они используют замутненное стекло для имитации но такого как запотевшего что ли эффекта то есть там есть и салон и все что хочешь вот здесь у нас соответственно при качении по какой-то мягкой ворсистой поверхности вот это лезвие крутится здесь у нас вариант того как это в очередной раз было удешевлено вот такой он был разборный он делал либо вот так либо так либо так хоба сейчас его запилили он идет одним кусочком и ничего не делает да но вот здесь как бы такое как бы референс к крыльям каким-то какого-то насекомого которые стилизованы подсолнечные панели они откидываются это прикольно вот это вообще маиста тоже тот редкий случай когда я поставил что-то не хвшное потому что у нее дико ядрено фосфорная краска и ее можно вот таким образом подкрашивать вот это вообще достаточно дорогая серия которая я так понимаю больше заходит на западе кто у нас покупать я не совсем понимаю но например крутой подход насколько они детализировали вот этот дурацкий мусор всякие типа в багажном отсеке еще из-за того же майнкрафта то есть отдельным элементом какой-то это то ли рунда это то ли что это я не шарю честно говоря вот но да вот так вот у него еще вот эта штучка штукенция поднимается вот это у них серия была n лет назад по мотоциклам которые катаются по треку то есть получается такая неваляшка вот ну по факту у него четыре колеса но стилизована по 2 тоже генериковая штука из которой все очень любят выдергивать этот велосипед и запихивать куда ни попадя на свои кривые и не очень кастом и причем если вот этот мне достался в хорошем состоянии то этот был вообще в щи убитый и я его насколько смог восстановил убрал глубокие царапины отполировал кто не знает как поливать стекло сперва 2000 наждачная бумага потом уже полироль можно даже сперва взять погрубее бумагу вот такой вот был еще значит трактор с шикарнейшим откидным капотом который еще и отстегивается при большом желании делайте этого конечно же не буду вот здесь опять же раньше было прикольно что была вот такая унификация вот этот рисунок он был как и из дорожной шины так и с внедорожной вот причем по моему это вообще единственный каст то есть как бы его больше не стали делать какой-то причине но честно говоря он конечно же дико кривой но вот этот вот бара трак или стадион трак я не знаю как давно у них это гоночная серия существует как бы это тоже опять же такая большая американская фишка но здесь милейшая дикаль к значит metal flex что-то там кастомная покраска еще что-то такое они рекламируют старая мэйновая карказиабра да да полностью железная причем движочки как раз вот хромовый отдельным элементом что очень круто я все жду когда ее сделают еще раз потому что ну блин каст такой достаточно не стареющий актуальный понятное дело маленько подудешевят ну куда уж без этого вот опять же версия подороже и версия подешевле которая выходила прямо недавно многие ее помнят то есть здесь у нас как бы вот это все целиком метольная вот здесь у нас что-то перекочевала в пластик конечно же но это это сделала по-своему очаровательно значит техника по краске при которой ну сперва кладется база на нее еще один слой потоньше и запекается чтобы краска потрескалась и получился вот такой прямо интереснейший эффект который соответственно разный на каждой машинке здесь у нас есть пример того как раньше реализовывалась откидная тележка которая препятствует переворачиванию на drag strip там же тебе и каркас и вообще все-все-все навороты и что смешно сперва они сделали ну был вот этот же каст которого она также откидывалась как у этого сперва они сделали вот такую миниатюрную как я уже говорил у колор шифтера очень странный подход к ритулу всяких кастов которому которые им надо подогнать под свой формат и они вот эту тележку сделали застегнутую сюда чего не происходит у настоящих автомобилей но вплавленную то есть они это днище сделали одним куском очень странно вот этот явно круче за счет того что у него есть подложка сверху отдельным элементом а у этого нету то есть здесь как бы она имитирует такую двухцветность вот тоже интересный момент за каким-то фигом сделали прозрачные пороги и прозрачные бампера посмотрим как реализован новый я честно не помню но по-моему они вернулись вот к этому при том что этот вышел позже ради чего удешевили не совсем понятно вот здесь что прикольно ну то что понятно к какому фильму это все отсылает то есть даже вот типа дабл декер они сделали и они стали прикладывать вот такой вели бар с которым его можно ставить на дыбы и он как бы не переворачивается причем абсолютно все имеет фактуру рельеф и целиком вся покраска это одна сплошная деколь по моему это вполне себе реальные кузова которые катаются у них чемпионате тут уже их фиг разберешь но действительно это очень странные штуки иногда у них появляются но потому что по сути это как бы по регламенту сделанная шасси на которой накидывается просто стеклопластиковый кузов и все его делать можно каким угодно причем вот например hot wheels он до сих пор делает абсолютно до сих пор делает абсолютно не актуальное шасси начало где-то нулевых наверное если монстр джем делает актуальный по актуальному регламенту то hot wheels делает по страшно морально устаревшему то есть там не подвеска не моторный отсек не рамы ничего сейчас так не выглядит но по какой-то причине я не знаю видимо особенно в условиях того что у них слетела лицензия на монстр джем я честно говоря не понимаю почему она у них слетает и почему они не могут ее продлить здесь на нем практически ничего нету за счет того что он типа битый типа этот стеклопластиковый кузов с него разлетелось и соответственно у него есть металлическое шасси который кстати собраны на обычный винтик так что если кому-то будет не лень можно собрать ультимативно крутой вот такой там с железным шасси с нужными колесами и со всем 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 но опять же интересно как подходит hot wheels и как подходит монстр джемсом то есть здесь например у него хр поздоровее но все остальное шакальное здесь прорисована передняя оптика но тип хайр отстойный так что интересно иметь это это вот еще отличный пример как они впихивают не впихуемая не лицензионная модель которая абсолютно очевидно нас отсылает континентарью и в багажнике вот такой крутейший блок отдельным элементом то есть они специально сперва добавили до него графоний снизу вот этот вот вот на что на что на майнкрафт они вообще не жмотятся ну помимо машинок я вообще много всякой фигни собираю здесь у меня есть вот такие артефакты в виде колпаков от как мы можем догадаться вот такого пепелаться но правда уже от настоящего они в слишком плохом сохране и поэтому если я не найду человека которому они будут нужны бесплатно я их разрисую вот это эроры за которыми бешено гоняются американцы и платят за их кит сумасшедшие деньги потому что они там уже совсем с ума посходили в своих америках особенно если это выглядит складно то есть здесь например переднее колесо не то но она подходит по размеру да и в общем то даже по стилистике вот здесь еще стране дела то есть вот родные заклепки на них ничего не вскрывалась здесь салон стоит задом наперед вон руль видно да 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 соответственно сидушка задом наперед и все остальное причем у этого skyline было две версии была чуть более редкая с каркасом и было чуть более распространенная его же без каркаса да вот такой пыльный да и был бы он в пачке за него бы можно было таки неплохо выручить они делают порой очень милые и неординарные отсылки если видно может быть видно давай под свет наверно не особо видно но они иногда делают прям гениальные отсылки значит во первых такой porsche использовался на немецких автобанах для доставки крови и органов во время аварий во вторых у дизайнера который его разработал был рак и доктор который вылечил как раз имел вот такой вот porsche в честь чего ему был положен статоскоп в багажник такие дела но каст свежий так что история в принципе свежая а ну вот кстати говорилось что гульф вот не весь гульф у меня стоит там в принципе на этом вроде как все вам спасибо я потрещать люблю